здравствуйте друзья дождик в санта-круз мы со светланой поедем сейчас в костка в магазин вот я с руки снимаю вот здесь у меня камера крепится кстати вот тут а так обычно я снимаю меня есть рукоятка найду вот пожалуйста вот моя рукоятка так она вкручивается в камеру в любую вот так я хожу как с пистолетом такая вот жизнь все ждем светлану едем вы видите друзья вымер вымер санта-круз сколько времени час дня час дня воскресенье вот он и вымер тем более и дождь до света бит тут дом тут время кто-то строится и так иногда едешь мимо новый ой построился так дождик сегодня то никакой то очень серьезный то такое ощущение что в индию куда-то попал такие знаете по крыше знать тарабанит когда в доме вот сиди находишься и по крыше как пойдет же прям такое ощущение что артиллерия работает мы со светланой несколько дней тут смотрели 12 серийный фильм как он называется домашний арест вот такой по сценарию семена слепакова и он такой действительно прикольный весь comedy club production смешной дурацкий немножко но но очень смешной вот если кто-то если это ресурса находится когда есть что снимать чё же вот я думаю что может быть многие наши зрители уже посмотрели а мы со светлой смотрели но с одной стороны смешно там да там мужики там пьяные там еще гораздо глубже чем кажется но с другой стороны они в такой слегка сатирической форме говорят там о коррупции о хамстве там еще о чем-то и как-то для нас больше вот эта часть может быть интересно да хотя бы когда шутят там и анекдоте с какой-нибудь еще что-то тоже неплохо тоже неплохо надо сказать что люди которые писали тексты с большим юмором я хочу сказать что по всякому случае мне этот юмор очень блин очень хорошее но я буду сказать что а вот все время так вот русскоязычной прессе ориентированной на запад грузируется вопросы загадочной русской душе как вы именно в русскоязычной ну да да это не американский термин загадочная русская душа это мы сами о себе да 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 но вот на самом деле смотришь этот фильм вот ты понимаешь действительно вот это загадочную русскую душу полное противоречие конфликта с самим собой но они юморном плане в том что фильм очень серьезные на самом деле скрывает гораздо более серьезные вещи если ты хочешь их урезать когда мы смотрели комментарии на каком-то мы ресурсе там этот фильм подобрали и там комментарии и одни люди говорят полная чушь а другие в совершеннейшем восторге я думаю что вот просто перспектива с которой люди на это делать блядят она разная одному одному хочется просто развлекусь какой-то сумма взяток может быть любая для нас все равно эти миллионы там ничего вообще не значит да но это может быть любая абсолютно цифра и может быть она гипертрофирован там десять раз просто чтобы людей так привести в шоковое состояние да но суть же не в этом абсолютно суть не в дни в суммах вот этих вот обращения да а вообще вот как все построено но и понимаешь тоже что где-то она утрирована где-то она там сглажена где-то как-то но там скрываются очень глубокие механизмы взаимоотношения людей да они может быть опять гипертрофированы такие при том что у них нет задачи вскрыть механизмы у них нет они просто на эти смеются они смеются над рады сами люди которые сделали этот фильм они все это очень хорошо понимают даже более того я все время думал почему павков живет там россии никуда не уезжает да а вот только балдея обалдеет конечно человек у него конечно такого и свобода творчества вот и такой простор здесь ему просто не не только у него аудитория здесь ну да да я говорю что там он абсолютно востребован на своем месте и в общем вот так начинаешь понимать что все таки ехать нужно не всем света это кажется человек сам для себя решать должен начинаешь понимать то есть люди очень органично описавшиеся абсолютно нормальные абсолютно все понимающие где они находятся но при этом они реализуются на сто процентов да в общем мы посмотрели этот фильм вчера мы посмотрели чуть ли не 4 серии да там за раз так мы уже сели дождик был вот вы видите вот такой же примерно дождик и нам никуда не надо было ехать мы приехали у нас с собой и вот мы вот так засели и смотрели кино а сейчас мы видим да да слово будет сказано там обсуждение какие-то происходит по поводу наличия туалетной бумаги в школу это даже нужно получить это мальчик рассказал что в мать и нужно учителем попросить перед всем классом туалетный бумаги но давно не в этом дело в том что туалетная бумага имеет свойство заканчиваться до бумажные полотенца имеют вот заканчиваться поэтому мы так прозаически едем буквально вот в костку дарвести все от товара она у нас что у нас нет туалетной бумаги ну все заканчивается там правда это подлинного можем следующий раз приехать и с собой привести не зачем же мы будем вести совы когда нужно здесь был ты не ты хочешь бы были привести с собой чтобы тут было но зачем же нам собой вести когда здесь есть костка нам совершенно нечем заняться мы едем в пост но лично меня друзья дождь совершенно не останавливает значит вот такая погода не хочется никуда идти а так есть дело обратим внимание что на дороге мы есть вот смысл кроме нас еще люди есть люди живут это не не которые приехали а здесь люди живут постоянно и туалетную бумагу нужно это чтобы она для пользы дела было тоже нужно если не купить не покушать так зачем туалетного а насчет того что учителя нужно просить бумаги конечно наверное в детском возрасте это очень нельзя перед всем классом эти просить учителя кусочек бумажки я бы на месте родителей для вашего ребенка в такие вот ситуацию такую не вводить на месте родителей была уверена что ребенка с ней с собой бумажка и он не должен ходить и унижаться узнаешь я не я пытаюсь вспомнить чем мы пользовались когда были в его возрасте на ходе заветку а вот просто все что плохо лежит потому что бумаги в туалетах никогда нет бумаги туалетной бумагой в наше время и дома люди не пользуются просто не было анекдот из химчистки несу да чувак идет весь перевязан таким знаете связка ему год откуда где купила дурачок из химчистки несу да был такой анекдот но многие люди смеялись над теми кто покупал туалетную бумагу потому что все выписывали газеты газеты правды известия труд там какие-то были газеты нарезали аккуратными они кто нализал а кто так клал и они лежали вот так в туалете в доме и когда кто-то покупал значит туалетную бумагу это были какие-то такие эстеты знаете но прямо уже чересчур вот какие-то мол а там свинец ну и все нормально туалетной бумажки вот такой после туалетной бумажки газеткой пользовались но пионер же не ходит с газетой свет если говорю на подножном корму поэтому ну но я тоже понимаю что система как нужно пойти к учительнице при всем классе попросить бумажку она тоже унизительно и это то собственно говоря вот что и отличает и зачем создавать такую ситуацию чтобы она была унизить я подозреваю знаю что если бумажка висит в туалете а ее просто заберу вот так же как в советском союзе были автоматы с продавали газировку подожди продавали газировку ты подходишь за копеечку тебе наливают простой воды газированные за 3 копеечки с сиропом за 5 копеечек с двойным сиропом но стаканов нет алкаши разбирали стаканы миша я понимаю конечно в туалете она не удержит даже а вот я говорю что мы со временем я не помню где мы брали бумагу для туалета не помню по тебе но я понимаю что родители могут ребенку из домашних ресурсов всегда чтобы у него был с собой кусочек бумажки на всякий случай чтобы не ходить в эту унизительную ситуацию и тут обсуждать даже нечего все и если телефон у человека могут отжать ту туалетную бумажку так нам не сюда я не помню не поставил не знаю не знаю может быть наверное здесь надо сейчас посмотрим если не дальше то мы вернем вот так друзья так вот почему мы про то есть на бумаге да мы явно проехали мы сейчас вернет развернемся да а вот тут уже опять никого нет то есть если на хайзе есть машина как я как чувствовал что надо там свернуть я написал но очень смешно разговаривать все начальники с подчиненными и в россии очень много таких фильмов где видишь совершеннейшее унижение со стороны начальника совершенно необязательно что в жизни надо настолько же хамс по хамски причем в обычных фильмах унижение не происходит от того что их там матом посылают или как-то ругают унижение происходит просто оттонно вот каким тоном их давать начальниц подчиненных это само по себе унизительное когда я слушаю то мне это режет слух здесь на удивление они уже так гнобят своих подчиненных но в этом фильме мастер играет все актеры потрясающе просто туда как станиславский верю до каждому полу но помимо этого они когда они обижаются подчиненных как-то вот так вот интонационно это все сыграно даже не кажется обидным чего ты словно любая то есть их там кроет последними словами вот а против но это настолько норма что собственно нет я думаю что это просто специально так сделано да чтобы вот сервитировано было и снять вот напряженность такое по моему нам сюда вот сюда 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 вот такой дождливый день чем может заниматься может ходить в гости или в гости давай мы сделаем что я тебя подвезу прямо к магазину чтобы тебе не нужно было под зонтом это пожалуйста да пожалуйста я тебя у меня есть еще один зонт я тебя подвезу проедем это он видимо ждет чтобы запарковаться поближе хочет а у нас зонтик есть а он этого парня ждет что так ну давайте прямо тут вот как-нибудь давай будешь выскакивать выходить друзья светлана покидает иммигрантомобиль иммигрантовоз давай верку да верку закрой все а мы продолжаем наш квест в поисках парки ковки под дождем так ну попробуем попробуем у меня есть зонтик и кроме того я одел давайте я на себя разверну что пар меня было видно вот я одел курточку у меня кипона такая в общем я не боюсь и я еще на ноги одел такие резиновые но не калоши конечно но тип того вот так что я смело могу двигаться так вот такое ощущение что а вот справа есть местечко и тут есть чуть ли не странно тут вот вроде местечко есть никто не пошел а я пойду так пошли они на поближе хотят я понял тут широко просторно спаснуть то место сколько хочешь к дела чищи до передо мной все значит я беру с собой телефон 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 снимаю камеру камеру скручиваем друзья скручиваем вы видите как скручивается камера сейчас я ее накручу на вот на ручку так накручу на ручку и буду снимать как мы идем под дождем солить какой прекрасный у нас будет сейчас сюжет значит так паркуемся раз нет это я лишнего так у меня был зонтик вы знаете что красивая кепка убираем топа на вот он у меня звонить зонтик 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 есть одной рукой вот она рукой и мы собственно отправляемся наружу пошли пошли ой давай давай зонтик раскрывайся вот такие шузы у меня эти резиновые так закрываемся все нет все пошли друзья мы с вами идем вам хорошо вы под зонтом а а я вот эти вот по этим лужам я иду как вездеход нас людей советской закалки не взять вот этим вот ничем мы и без туалетной бумаги друзья тоже весь мир держали в страхе потому что человек который пользуется туалетной бумагой он не такой бесстрашный по сравнению с тем кто даже не знает что это такое правило вот движемся все зонтик можно собрать идем магазин мне сейчас надо будет предъявить билетик так что я пока камеру выключаю и и и